Приветичи! Сегодня у нас с тобой на экранах Force of Nature 2, Хост Кипер. Когда-то давным-давно мы играли в первую часть, ну вот и вышла вторая, дождались, как говорится. Посмотрим на эту зверюшечку. Видите имя персонажа. Введём, значит, Вовчик. Вовчик. Цвет кожи у Вовчика будет. О, можно это какой-нибудь специфический, да, сделать? Да, пусть будет красный такой, загоре... Это даже не загорел, это сгоревший. И, когда на солнце очень долго находишься, цвет кожи у тебя приобретает красный оттенок. И волосы у тебя пусть будут белые, потому что они тоже выгорели, а когда волосы выгорают, они становятся белые. Или можно фиолетовый? Нет, они фиолетовые. Давай белый, пофиг. Пол у нас, конечно же, будет... О, девочка симпатичная, но пол у нас будет мужской. Упрощённый вариант выбираем, потому что я не хочу сильно запариваться с крафтом и со всем остальным, поэтому погнали. Что это? Что за шум? Управление персонажем. Можно WSD и мышки покликать. Так, а, пока я не изучу вот это всё... А, ну почему? В смысле, а WSD почему не работает? Надо было всё-таки почитать, что там было написано. Значит, передвижение. А всё, уже ничего не надо. Кто-то разбил фонарик. Что тут произошло? Подобрать фонарик. Фонарик. Хватай его. Ручка от фонарика. Фонарику конец. Нужна отвертка. Может, удастся его спасти? Так, куда я её убрал? Ну, например, кирпич. Давай соберём кирпич, почему бы нет. Ящик с инструментами. А, вот, собственно, и отверточка. Давай переносим её сюда. Производство. Для производства предметов тебе понадобится верстак. Вот он, верстак. Я вижу его. Фонарик. Так, значит, закидываем фонарик сюда. Подожди. А, всё. Вот, можно просто сразу изготовить. Отвертку надо только инструмент сюда воткнуть и изготовить, да? Всё, отлично. Фонарик соединяется с ручкой, и у нас будет целый фонарик. Я у мамы инженера. Снова этот шум. Да что же это такое? Так пойдём посмотрим. Вон, например, что у нас тут? Ящик с инструментами. А, смотрите, вот этот ящик. Ох ты, енот. Ах, вот в чём дело. Ну, держи, сейчас я тебя устрою. Надо бежать за енотом. Хватай его. Не лучшая идея драться с енотом голыми руками. Да у тебя отвертка есть. Для того, чтобы атаковать цель, кликни по ней кнопкой мыши. Персонаж будет автоматически наносить последующий удар, пока противник не будет побеждён. А чё мне взять-то тогда? Шкафчик, давай сюда заглянем. Метла. О, то, что нужно. Буду метлой сражаться. Гоня его. Хопа. Пятюнечка. Енот вообще нам ничего не делает, а ты его метлоиду басишь. Ненавижу таких людей, которые обижают животных. Это самое низкое, что можно сделать безобидному существу. Ну, слава богу, ты его хоть не убил. Он просто убежал в дырине. Это радует. Ну, короче, его прогнали. Ладно. Наверное, лучше будет сделать эту дыру в стене. А, заделать. Для начала не помешает немного цемента. А я читаю, а сделать дыру в стене. Зачем, если она у нас тут есть? Цемент. Давай, стеллаж. О, вот и кирпичи. Не зря я их поднимал. Забрать всё можно как-то? Вот это вот что? Пополнить хранить. Ага, вот. Стой, подожди. Я что-то не то делал. Вот. Как отсюда сразу всё забрать? Я все кнопки пережал, не получается. Что за китайщина? Шифт всегда придёт на помощь. Ручное производство. Нажмите С. Вот цемент, изготовить его. Вода из бутылки и порошок цемента. Отлично. Мне, типа, хватило бутылочки воды 0,5, чтобы замесить цемент. Теперь нужно выложить стеночку. Построить. А где построить? Вот здесь вот можно? Можно. Всё, давай пошли. А, это, короче, строительное окно. Ты прикинь? Повернуть. Ничего, поворачивай не надо. Строить, ходить. Строить. Всё, погнали. Чё, чё происходит? Всё, на паузу поставилось. А если я закрою это окно? Ты пойдёшь строить? Чё-то не хочет. Задание есть. Поставить. О, ну, понятно. Просто подходишь к стеночке, которую хочешь построить, и он начинает там шрудить руками. Смотрите, здесь ты завержена. Ох, нифига себе, какая штука она булезла. Так, а это что ещё такое? Ну, пойдём посмотрим. Осмотреть. Не трогай это, вообще не трогай. Опасно очень. Ну, я же говорил, не трогай. Как енот себя повёл просто, вот серьёзно. Неразумно. Что произошло? Ты на природе очутился. Где я? В Африке, ё-моё. Под цвет своей кожи. Видишь, не даром я тебе красный цвет кожи сделал. А так бы сейчас загорел. Точнее, не загорел, а сгорел бы окончательно на солнышке. И чё? Давай задание посмотрим. Итак, завершённое задание. Сделать базовые инструменты. Создать предмет. А, ну всё, типа, мы начинаем выживать. Нас перенесли куда-то, нам нужно сделать каменный топор, кирку, прочую всю эту ботву, чтобы здесь можно было выжить. И инструменты. Давай посмотрим, из чего же нам сделать каменный топор. Ветка, осколок и верёвка. Я где-то слышал тут барана или корову. Может быть... О, точно, корова. А мы можем с неё молочко подоить? И потом напиться этого молока. Значит, камушки. Вон сколько их, смотри, тут и яблоки валяются. Можно пожрать, отлично. Виноград ещё есть. Едрять. Метёлкой тут всё. Клотить. Виноградик. Камни такие здоровые. Балдыжники. Я их не ломаю, я их просто толкаю себе в карман, в рюкзачок. А сколько у меня там инвентарь длиной, высотой? Это сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь на три. Угу. Ну, в принципе, довольно большой инвентарчик у нас. Это говорит о том, что я можно... Это будет сумка гермионы, куда всё впихивается в невероятном количестве. Сумочка гермионы, блин. Палатку туда затолкать и норм. А нафига я лён собираю? Ветки нужны, ветки. Лён нам нужен будет потом. Для кровати, наверное. Картофель есть, прикольно. Давай соберём. Веточки, хлопок. Где же ветки-то? Столько всего тут. И не могу найти веток. До хлопка не добраться. Он там в гуще хлопковых зарослей. Вот, смотри. Ветка. Ветка. Яблоко. Пшеница. Просто ходи и читай. Ну что. Посмотрим, что я собрал. И что могу сделать. Осколок. Из камня получить осколок. Это хорошо. Могу сделать ещё булыжники. Которыми я, наверное, смогу кидаться. Булыжник у меня есть. Верёвка. Клинки. А, и берёвка у нас делается вот, кстати, из лёна. Хорошо, что я подобрал. Парочку штук. Всё. Мы можем теперь сделать каменный топор. Пожалуйста. Есть в топоре каменная тяпка. Каменная тирка. Давай. Тирка. Кирка. Она нам тоже нужна по заданиям. И давай посмотрим задания. Как задание быстро открыть? Б. Это строительство. Инвентарии. Кнопка быстрого доступа на заданиях. Его нет. Нет этой кнопки. Создать предмет каменная тяпка. А, то есть тяпка нам в любом случае нужна. Что не хватает? Верёвки. Ладно. Сейчас будет верёвочек. Чё бы и нет. Каменная тяпка изготовить. Всё. Теперь нужно собрать предметы бревно, глина, земля, песок. Это всё нужно, чтобы построить дом, по всей видимости, да? Ладно. Значит, достаем топорчик. Топорчик сюда. Каменная кирка тоже сюда. А вот это кюверти. Это навыки. Да, тут будут, короче, возможности по изучению магии. Я могу стать Гарри Поттером, который будет ходить в школу в Хаггардс и изучать магию. А потом идти и валить всяких страшных бугаёв, которые тоже могут мне магией зарядить так нормально в лобэшник. Значит, топорик достаем и начинаем прорубать себе дорогу отсюда нафиг. Картофель. Как мне отсюда выйти? Чё я могу срубить вообще? Вот деревья, смотри. Ты можешь их срубить? Нет, не можешь. Там ещё и гусь есть. Обалдеть. Чё ж там за фирма-то такая? А-а-а. Всё. Надо было обучение читать. Ё-моё. Я всё забыл. Правой кнопкой всё рубится, всё добывается. Ок. А я-то искал значок, типа срубить дерево или что-нибудь такое. Но ни шишаш не было. Ох, стричок, старее совсем. Вот, давай срубим вот это дерево. Ну вот, пожалуйста, смотри. Будем сейчас выбираться из этих зарослей. Окружила меня лесная братва. Бревно, пожалуйста. Ветка, бревно, бревно, ветка, бревно. Камня сколько тут раздолбил. Игра сохранена. Это хорошо. Дальше, по заданию мне нужно глина, земля, песок. Земля у нас есть. Можно тяпкой, в принципе, потяпать. Вот, смотри, вот это же земля. Хоп. Земля, пожалуйста. Теперь глину и песок надо добыть. Глина, шишу её знает где. Наверное, в песке. А, вот, наверное, глина. Да, вот глина. Я вижу. Я вижу тебя, глинистая масса. Я сделаю из тебя шикарный. Медомища. Всё, глинчик у меня есть. Глинчик, глинтвейчик. Теперь собираем, знаешь, чё? Песок, конечно. Песок. Без него никуда. Три порезёночка вспоминаем, да? Кто-то строил из деревьев, из веток. Кто-то из соломы. А кто-то из глины. Ну, из кирпичей. Кирпичи они же из глины. Там, калёная глина или как это называется. Ну, короче, кирпичи, ладно. Глина это не кирпичи. Или кирпичи глина, или не глина кирпичи. Не знаю, я запутался. Напиши в комментариях. Смотрим, что там дальше по заданиям. Поставить сооружение костёр. Окей. Сейчас я возьму уголёк. А нет, мне нужен костёр. Подожди, сооружение же. Вот костёр. Нужно пару угольков. Значит, не проблема. Уголёчки делаются у нас из веточки. Что очевидно. Ну, в принципе, поиграв в эту игру, можно спокойно открывать школу выживания. Давай ещё парочку угольков сделаем. Хотя, наверное, нам достаточно. А, ветки нужны ещё. Ветки. Сейчас пойдём ветки добывать. Срубим сейчас что-нибудь. Чего-нибудь. А давай, например, попробуем вот это вот срубить. Можно? Можно. Отлично. Мы сейчас подберёмся к коровке. И будем получать молоко, наверное. Может, зря я, конечно, к корове иду. Там гусь есть злой. Он может меня, в принципе, защипать. Собираем всё вот это вот барахло. Привет, гусь. Как дела? Забав. О-о-о. Ну, короче, бодать меня никто не хочет. И гусь тоже щипать меня не хочет. Ну, всё. Будем, значит, жить здесь. На берегу. В общем, костёр. Костёр нам нужен, чтобы прожить ночь. Давай, наверное, вот. Вот, на земле вот на этой поставим. Рядом вот с этими вот ветками. И лесом. Чтобы, если чё, это всё могло загореться и спалить весь лес. В том числе и мой дом. Гусь палит меня из-за камней. Задание выполнено. Нью. Ну и нью. Печёный картофель можем сделать. Давай изготовим. Почему бы и нет. Чё дальше у нас по заданию? Расскажите. Поставить сооружение стол. Исследовательский. Окей. Давай заберём картофан. Кушать не хочу ещё пока. Вот это что? Шкала здоровья. А вот это шкала выносливости, по всей видимости. Стол. Как мне сделать стол? Наверное, в строительство надо зайти. Правильно же? Верстак, стол, исследователи. О, шкура нужна. Шкура, верёвка и бревно. Ну, верёвку-то мы знаем, как сделать. Нужно просто лён добыть. Лён. Тут в большом количестве он был. Лёнский. Вот лён. Лёнский клён. Клёнский клёква. Это клёцки, хотел сказать. Клёцки. Знаешь, что такое клёцки? Это еда такая. Прикольная. Из теста вроде как делается. О, вон сколько льна. Льна на дна. Забираем всё это. Корова, не жри, пожалуйста, лён. Жри всё, что хочешь, только не лён. Вот траву щипай. Из льна нам нужно сделать кучу всего нужного. Как всё высыпается-то, а? Вот обожаю, когда куча предметов вылетает вот в таких RPG-играх. Ещё бы были бы они зелёненькие, фиолетовенькие, знаешь, там эпичный предмет или редкий предмет. Это было бы классно. Так, чё у нас там? У нас, значит, по столу. А, верёвка же нужна, точно. Верёвку делаем. Изготавливаем её в большом количестве, например, 10 штук. Пусть 10 штук будет. Я могу изготавливать и бегать? Нет, не могу. Я не вундеркинд. Сделал, короче, 6 верёвочек. Теперь нужно найти брёвна и шкуру. А шкуру снять с кого? Не с коровы же, правильно? Коровы – это священное животное. Оно будет нас кормить вообще-то. Молоко. Если грамотно всё сделать, можно и творог с сыром получать. Это очень важное существо. Вот, веточки. А, бревно-то мы тут не получим. Чё я их хлоплю? Надо именно дерево рубить. Правильно же? А чё он там делает? Чё ты делаешь, э? Суслик. Бурундуслик. Верёвки производят? Да, остановись. Хватит. Остановитесь. Мистер красный человек. Давай, короче, вот здесь вот лесок немножечко порубим. Гусь, гусыня. Отойди. Первое срубили. Ой, и выносливость кончается. Смотри-ка. Второе тоже срубили. Давай ещё и вот это срубим. Посмотрим, как выносливость. Три. Каждый удар по дереву – одно выносливость отнимает. Понятно. Ну, брёвен у нас теперь тут в достатке. Просто можно из брёвен дом-то построить бревенной. Бревно. Вот ещё бревно, ветка. Теперь у нас древесины просто огромное количество. Ну, осталось только кожу достать. А кожу откуда можно достать? Клинки для подсказки. В смысле, клинки для подсказки. А, кликни для подсказки. Какие клинки, господи? Что я читаю вообще? Падает из некоторых противников. Надо их найти. Но чтобы их найти, нужно сделать оружие. Каменный нож. Ну, давай изготовим. Дубину. Из бревна можно сделать. Давай сделаем. А, нужен любой нож. А каменный не подойдёт? У меня же есть каменный инструмент. Вот, каменный, пожалуйста. Его надо вот сюда воткнуть. Изготовить. Проща. Тоже оружие. Урон 5. А у дубины 8. И 2% шанс оглушить противника. Можно ещё лук сделать. Давай сделаем. И стрелы надо сделать. Из перо нам понадобится. Гусь. Гусь, ты где? Мне нужно твоё перо. Потому что других переград у меня нету. Ну всё, короче. Оружие я сделал. Вот у меня дубинка. Пожалуйста. И уже ночь на дворе. Ужас. Так. Можно, в принципе, что-нибудь пожрать. Земля. Глина. На кой чёрт я это собирал? Чтобы у меня просто в кармане всё это валялось. Пойдём, значит, искать приключения на свой зад. Вот это всё вырубаем. Корова. Не кипишуй. Всё будет пучком. Главное, не выпустить отсюда корову. Иначе. Так. Пройти не могу. Иначе, если она сбежит, я потом что буду делать-то? Может, тут заборчик какой-то построить? Я могу заборы строить? Давай посмотрим. Заборы. Ворота из веток. О, отлично. Так, так, так. Вот я ветки как раз тут сейчас соберу. И из них сделаю забор. Чтобы моя коровка отсюда не убежала вместе с гусим. Вот или он ещё. Я слышал где-то свиней. Ну да ладно. Значит, ворота из верёвок. Вот тут воткнуть, мне кажется, будет ок. Опа. Нельзя строить, потому что на меня атакуют меня. А, дубина. Давай, лупи. Бабах. Бабах. Нормально так. Шкура, наконец-то. Далеко даже не надо было ходить. Свин на меня сам напал. Это дикий кабан, между прочим. Ворота делаем вот так. Чтобы к нам нежелательные гости не нагрянули. И коровка с гусим не убежали. Это можно закрыть. Чё оно у меня постоянно висело-то? Чё-то мне не сказал, что у меня справа вот эта вот фигня постоянно болтается, висит. Она же напрягает. Надо было давно её закрыть. Чё насчёт ворот? Как мне открыть-то их теперь? Ворота. Как вас открыть? Непонятно. А, вот. Всё. Теперь понятно. Ставим, значит, исследовательский стол. Прям... Стоп. Опять верёвки нет. Я всё на инструменты потратил. Ах я. Делаем, значит, пять штук верёвок. Изготовить. Наконец-то стол для исследований я могу построить. Ну, давай возле костра его влепим. С какой стороны я буду подходить? Наверное, вот с этой. Значит, вот так поставим. Иди, делай. Колоти. Топорик возьми. Чёрт. О, смотри. Дубина у нас вот тут вот теперь фигурирует. А здесь будут снаряды. Окай. Какой интересный столик. И чё я тут могу делать? Гончарное дело и каменщик. А по заданию что? Исследовать гончарное дело. Ок. Будем исследовать. Вот, в принципе, и глина понадобилась. Ты посмотри. Исследовать. Как я быстро всё это изучаю. Я реально Эйнштейн какой-то. Мозговитый. Чё дальше по заданию? А, ну, конечно. Кувшины теперь надо сделать. Каменщик. А, нет. Кувшины делаются у нас из чего? Корзина, знак. Так, ещё раз задание давай посмотрим. Создать предмет кувшин. Собрать предметы сырая вода. Ммм. Ага. Корзина. Где кувшин-то у нас тут? Ты видишь кувшин сделать? Подожди, может, тут вот где-то. Наверное, верстак нужен, чтобы сделать кувшин, да? Я просто не дочитал задание. Добыть её не так уж сложно. Понятно. Скорее всего, нам нужен верстак. Без него вообще никак. Верстак. Для него тоже надо пять верёвочек. Верёвочки, верёвочки. Пять штучек, пожалуйста. А, льна не хватает. Пойдём посмотрим, где у нас тут ещё лён есть. Лён. Ты где? Придётся нам выйти за пределы нашего винограда. А за пределы нашего существования мусор какой-то. Кто-то мусор оставил, а? Что за негодяй? Покидаем наше домашнее уютное местечко, где нет дома. Опа! Лиса бежит, прикинь. Достань дубину от калашмарьё. А то она нас сожрёт. Или это... А, нет, это лиса была. Я думал, может, волк какой-то или собака. Шкуру заберём. Лён, лён, лён. Где же ты, лён? Ты нам нужен в большом количестве пшеница. Главное потом вернуться домой. Хлопок, вот лён. Обалдить. Овечка! Ну куда же? Тебя ж сожрут тут. Надо было идти к нам. Свинина. Тут в достатке мяса вообще. На самом-то деле. А у меня уровень как-то поднимается за то, что я... Сражаюсь с дикими животными. Что я мощный. Мощный. Как Халк. Корова ещё одна. Ладно, ну коровы фиксные. У меня есть коровы. О, курица! Кур-кур-кур-кур. Иди сюда. Цыпа-цыпа-цыпа. Угу. Не понял. Это что за поселение? Да блин. Долбаные лисы. Сколько времени сейчас? Два часа ночи. Ну конечно, какой идиот будет гулять в два часа ночи, кроме меня? Я же люблю искать приключения на свой зад. Много. Много. Ты посмотри, тут деревушечка какая-то есть, да? Вот заборчик, я вижу. Его можно сломать? Забор можно сломать. А дубина у меня не ломается? Не, враг не ломается. А корова, смотри, вон снизу стоит и смотрит, что я делаю. Дубина. Да вот идиотина. Забор ломает. Такой чёрт, типа, думает корова. Почти сломал. Давай ещё чуть-чуть есть. Ну вот, хотя бы с забора ветку взять можно. Кстати, дождь пошёл. У меня, наверное, там кострище. Издол. Хотя я не думаю. Льна вроде бы в достатке. Кстати, я же семена нашёл от льна в большом количестве. Надо посадить тебя там в огороде. И будет мне счастье. Надо будет никуда бегать. Чёрт, кабан за мной ввязался. Я бегу. Я не хочу с ним драться. Меня достали свиньи. Где мои ворота? Я бегу. Заходим. Закрой двери. Да двери закрой. Пригласил дикого кабана к себе в убежище. О! Уровень второй. Отлично. Почему двери-то не закрылись? Странно как. Что-то двери не могу теперь закрыть. Ворота из веток. О! Вот как буду закрывать. Костёр горит. Это хорошо. Делаем, значит, верёвочек побольше. Кстати, кроме верёвок я из льна что-нибудь ещё могу делать? Как думаешь? Возможно. Вот, кстати, и дождь кончился. Я как раз и с верёвками закончил. Значит, верстак. Изготовить его... Ну, давай здесь вот в нём. Надеюсь, он правильно встал. Есть. Верстак готов. И пофиг, какой стороной я её поставил. О! Прах. А на какой чёрт мне прах? Я что, кого-то хранить собрался, что ли? Или сжигать? А где чаши вообще? Я чаши? Верстак ради чаш задумывался. Как мне эти чаши долбанные сделать? Короче, прикинь. Я такой захожу сюда. Вижу угольная коптильня. Потом тыкаю вот сюда в дубильню. Вижу тут кувшин. Захожу сюда. Вижу, что кувшин можно изготовить после того, как исследуешь гончарное дело. И вижу, что эти гончарные изделия можно изготовить из костра. Ты прикинь, каким путём я это узнал. Нигде не написано. Я просто не мог тыкнуть на костёр и увидеть это. Хотя, я же ранее пользовался кострём. Почему у меня в голове в подкорке не отложилось, что тут можно изготавливать ещё и кувшины, а? Вот как это называется? Снова дождь пошёл. Да что такое-то? Хватит уже поливать. Пойдём, короче, глины копать. Глины надо... А, гусь! Я думал, какого ли шо у меня тут на территории могилка. А это просто гусь. Он похож в тени на могилку. Странная, конечно, ассоциация, но ладно. Глины я тут накопал вдоволь много. Вдоволь много. Это, типа, как наш полномочий и всё. Ну, давай теперь гончарить. Оп. Кувшинку одну сделайте нам, пожалуйста. Мистер Красная Рожа. Всё, наконец-то у нас есть кувшин. Кстати, а вот это что такое? Навыки. У нас же второй уровень. Давай прокачаем что-нибудь. Здоровье, энергия, меткость, мастерство, увеличивать скорость производства, строительство, блокировка. Спринт. О, спринт классная штука. Временно увеличивает скорость бега. Хочу. Критический урон. Берсерк. Временно увеличивает скорость атаки. Хочу вкачать спринт. Вкачаем спринт. Эта способность, её можно перенести вот сюда. Хотя спринт на что у нас будет? На какую букву? На Е давай. А, прикинь, я, видимо, ещё что-то... Да, я ещё что-то могу прокачать. Это что? Рывок. Быстрый кувырок в сторону курсора. Угу. Ну, тогда давай ещё мастерство вкачаем. Почему бы нет? И что ещё? Критический урон давай сделаем. Вот. Это всё... Погоди. Перетащи этот навык на горячую клавицу, чтобы использовать его. Ну, давай на Q пусть будет. А вот это не надо? Нет. Строительство не надо. Ну, всё тогда. Пойдём набирать водички. Возьми в руку вот эту вот чашу. И сейчас идём набирать водояйцо. Ну, гусь, отошёл, быстро. Набирай воду. Красавчик. Сырая... Ха! Вода сырая. Она бывает ещё какая-то другая. Я понимаю, сырой картофель там или сырое мясо. Но сырая вода – это верх просто сырости. Что дальше? Создать предмет. Кувшин. Собрать предметы. Сырая вода. Сырая вода. Я не могу с этого. Две штуки. А чё? Чё? Там в кувшине у тебя мало воды, что ли? Давай ещё черпани. Получено две сырые воды. Ещё две сырые воды. Они как-то откладываются у меня в брюкзаке, что ли? Или что? О, 10. 10 сырых вод у меня. Ха-ха. Забавно. Давай, принт. Спринт, принт. Я прожаловал, но чуть-чуть стал быстрее бегать. Ну, а чё-то как-то такое себе. Чё в итоге я делаю с сырой водой? Расскажите мне. Исследовать. Земледелие. Наконец-то. У меня и лён есть. И скоро я посажу его. Семена льна нужны как раз-таки, земля и вода. Изучаем. Еее, теперь я настоящий фермер. Я изучил земледелие. По заданию теперь нам нужно поставить грядку. Грядка делается как? Объясните мне, как сделать грядку. Может тоже к костру подойти? И тут будет грядка? Да нет, конечно, её тут нету. Кстати, вот это что? Глиняная кастрюля. Надо будет потом взять... И картофель давай запечём. Запекайся, картофан. Может грядку здесь? Нет, здесь нет грядки. Тогда в строительстве по-любому же. Откроем весь список. А вот и грядка, собственно. Земля и ветки нужны. Пойдём копать землю. Вот она, в принципе, земля. Добывай. Кверху топай. Я страдаю. Я работаю. Тружусь. Вот. Отлично. Земли у нас в достатке. Сейчас будет грядка, на которой у нас будет выращиваться продовольствие, которое мы будем потом съедать. Земли, я думаю, у нас в огромном количестве. Давай грядку мы влепим, изготовить. Где грядка у нас будет? Ну, давай здесь. Почему бы нет? И вот здесь. А, земли мало. Строительство я же вкачал, правильно? Да, 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 да. Всё, вкачал. А, соответственно, я должен быстрее строить. А насколько быстрее? На 15%? На 30%? На 30%. Теперь я сюда посадить должен. Что там посадить? Виноград или картофель? Виноград. А семена чего у меня есть? Пшеницы. Хлопка. Льна. А, подожди. Вот же у меня список. Льон, хлопок, виноград. Вот, пожалуйста. Посадить. И оно растёт. Отлично. Можно ещё что-нибудь посадить? Нет, нельзя. Значит, давай покопаем ещё земли. И посадим картофан. Нам же нужен картофан, правильно? Карту можем пока убрать. Она нам всё равно не нужна. Довольно большая карта, кстати. На весь экран почти. Всё, земли накопали. В большом количестве, надеюсь, нам хватит на грядку. Не хватит. Ленишься ты, красный мой друг. Давай копай ещё. Всё, вот теперь земли точно хватит. Забираем. И делаем ещё одну грядочку. Рядышком вот тут. Гусь, куда ты идёшь? Не подходи к костру быстро. Блин, быстро. Не подходи к костру, а то тебя палят. Опалят пламя языки, и ты будешь гусь-гриль. Чё ты гагаешь на меня? Я тебе могу и пня отвесить. Значит, картофель, пожалуйста, садим. Всё. По заданию у меня всё посажено. Всё растёт. Можно это как-то ускорить, пожалуйста? Ну, давай тогда знак сделаем, что ли. И поставим его здесь вот. Напишем там, типа, грядка. Вот так вот. Грядки. Пожалуйста, показать на карте. Конечно. Окей. Жалко, тут надписи не отображаются. Ну, ладно. А у нас тем временем вырос виноград. Собираем его. И сядем сюда, например, лён. Лён. Три штуки посадить. Пускай растёт. Дожидаемся, когда у нас картошечка вырастет. И посмотрим, что у нас дальше по сюжету будет. У нас, кстати, тут картошечка поджарилась. Надо ещё закинуть. А, всё. Я всю картошку зажарю. Ну, ладно. Кстати, а на кой чёрт мне продовольствие, если у меня ничего не кончается? Время употребления 10 секунд. Здоровье плюс 10. А, здоровье пополнять. Всё, понятно. Всё, всё, я понял. Я въепал. Чё по картошке? 90% скоро картошка зазреет. И будет нам счастье. А я пока соберу вот это вот всё. А то чё, оно тут валяется без дела. Чё у меня в инвентаре там творится? Место есть. Это хорошо. Лук пока вставить никуда не могу. Так. Картофан вырос. Собираем его. И садим что? Что? А нет больше у меня нифига. Ни шиша. Чтобы я мог посадить, потому что нет воды. Пойдём воды наберём. В руки хватай. Сейчас наберём с тобой сырой воды. Кстати, я вот сейчас её набираю и думаю, ну есть же ещё кипячёная вода. Так что сырая вода имеет место быть. Зря я над этим ржал. Сам себя дурачком выставил. Ладно, короче, садим сюда в эту грядку. Чё-то ничего не садится. Вот. Садим сюда. Давай ещё картофель. Четыре штуки, пожалуйста. Взращиваем. Чё по заданию у нас теперь? Поставить сооружение угольное коптильное. Поставить сооружение в водяной фильтр. И животноводство исследовать нужно. Так, пойдём с исследования. Всё это дело начнём. Гуся, я тебе горел. Не подходи близко к костру. Животноводство. Вода и верёвка. Вообще фигня вопрос. Верёвку изготовить. Воду сейчас наберём. Хотя воды у нас в достатке вообще. Чё ты мне чешешь? Я вон бегаю с чашей. Воды чистая. А-а-а. Чистая вода нужна. Тогда её на костре надо сделать, наверное, да? Прокипятить и будет чистая вода. Нет, нужен фильтр. Фильтр. Как раз нам его и нужно построить. Верстак. Вот, кстати, угольная коптильна. А вот фильтр. Телепорт. А фильтр-то где? Наверное, надо вначале угольную коптильню сделать. А потом там будет... А, вон, 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 вон. Водяной фильтр. Необходимо исследовать каменщик. Я понял. Изучаем, значит, каменщика. Пускай она тут исследуется. А, я же нужен, чтобы это всё дело исследовать. Правильно. Как же столб будет сам исследовать исследование? Нелогично. Всё. Каменщик у нас есть. Теперь надо поставить фильтр. Где фильтр-то? Да ё-моё, я только что его видел. А, так он выбран у меня. Е-просто. Чё надо? Песок, глина и уголь. Ага. Пойдём добивать песок. Песочечек. Так, хочу, наконец-то, вот этот мусор. До него добраться. Вырубим сейчас вот эту рощу. И соберём вот этот мусор. Он прям мозолит мне глаза. Хочу его поднять. Что это такое вообще было? Чё я поднял? Мусор, мусор, мусор. Да нет этого мусора у меня в кармане. У нас тут картофан. А у меня места нет в инвентаре, чтобы собрать картофан. Давай-ка мы, наверное, мясо зажарим. Можем же сделать жареное мясо? Нужна сковородка. Так просто не отделаешься. Хорошо, тогда угли. А угли те самые или другие? Вот это что, угли? Кликни, чтобы подсказать. А, угольная коптильня для этого нужна. Ясно. Угольная коптильня. Земля. Добываем землю, значит. Всё взаимосвязано. Всё не так просто, как казалось бы. Я думаю, что мне нужно сделать какое-то хранилище. Я же там видел корзинку, по-моему, да? Вот корзинка. Четыре верёвки надо. И я надеюсь, что льна нету. А если я льон вот этот соберу? Теперь на верёвочку у меня хватит. Вот корзина. Поставлю его здесь рядом с огородом. Отойди, ты мешаешь. Вот. И сейчас туда буду складывать продовольствие. Ну-ка. Ай-ей! Есть место освободившееся. Скидываем сюда картофан. Как скинуть-то? Вот, вот, вот. Ну и семена можно, в принципе, закинуть. Коптильню мы поставим, значит, рядом с огнём, с костром. Вот здесь вот пускай будет. Давай, лупи. Смотри, как я строю сейчас. Крыша появится. Во! Отлично. Уголь. Мне нужен уголёк и бревно. Будет вам сейчас уголёк. В количестве. Пять штук давай. Уголёк у нас есть. Теперь это всё дело надо запихать сюда. Сколько мне там угольков нужно было для водяного фильтра? Десять! Ёмане! Десяточку осилишь? Нет, не осилишь. Восемь только. Ладно, делай. Я сейчас пока займусь изготовлением угольков ещё. Давай, пять штучек тоже. Кстати, смотри-ка. У меня аж тут фермочка. Я совсем про неё забыл. Давай что-нибудь сюда посадим. Ещё картофель давай. И сюда тоже что-нибудь ваткнём. Тоже картофель давай. Почему? Не надо было лён. Лён, лён, лён. В большом количестве мне надо сажать. Ладно. В следующий раз я так и сделаю. Забираем уголь. И надо сделать ещё чуть-чуть. Изготовить. Так, почему? Ну, в смысле, я изготовил пять углей. Ну, мало брёвен, что ли, или что? Во! Всё, всё, огонь. Отлично. Уголь у нас почти весь готов. Забираем. Теперь мы, наконец-то, можем сделать водяной фильтр. Построить его... Ну, наверное, воды давай сделаем. Почему бы? И нет. Я могу тут рядышком с водой его поставить? А, нет. Давай тогда здесь воткнём. Так вот. Строй его. Чтоб воду сырую далеко не таскать. До фильтровой нашей обрабатывающей станции. Будет она у нас здесь. Давай посмотрим, как эта штука выглядит. А выглядит она как-то странно. На колодец больше похоже. Ладно, давай, короче, отфильтруем воду. Всю. Фильтруй всю. А я пошёл. По своим делам. Уже прошло определённое время. Посмотрим, что у нас тут. Фильтруется, не фильтруется. Тут воды дофига. Здесь вода тоже имеется. Давай заберём. Сколько в итоге я получил чистой воды? Одну чашу. Ну, хорошо. По заданию мне теперь нужно заняться животноводством. А чтобы это дело открыть, мне нужно его изучить. Чистая вода у нас теперь имеется. Я забрал её. Теперь я обладаю мастерством животноводства. И, скорее всего, буду сейчас строить хозяйственные всякие штуки. Хлев. Ну, конечно же. Хлев нам нужен. Курятник. Хлев. Ух, сколько тут всего. И лён нужен. Достало время выращивать лён. Сейчас я его возьму отсюда. Лён, лён, лён. Льна. Вот, забираем. И высаживаем его здесь. Лён, пожалуйста. А, воды нету. Сейчас я схожу, наберу. Знаешь, что я выяснил? Что я могу бесконечно воду набирать. Я уже 30 таких вот чашек набрал. 32. В общем, ясно. Всё, хорош. Хорош добывать воду. Пойдём высаживать лён. Лён лёнский. Значит, по максимуму садим лён. В большом количестве. Дальше. Добываем брёвна. Ветки. Верёвку. Верёвку, кстати, надо сделать из льна. Блин, льна придётся в огромном количестве добывать. Солома. Солома у меня вот есть. Может, пойдём прогуляемся сейчас с тобой. Ветка. Я смогу её достать? Нет, не смогу. Давай срубим. И достанем. Чтобы нам не мозолило это глаза. Вот, отлично. Есть ветка, ветка, ветка. Все ветки собрал. Красавчик. Выходим с дома. Осколки тоже вот эти заберём. Ворота надо закрыть. Ну, пойдём поищем ещё льна, пшеница и соломы. Вот, пожалуйста, тебе солома. Картофель вон растёт в лесу. Ну, нет, я туда не пойду. А это что? Тут тоже картофель. О, лён. Отлично. Набрёл. Собираем. Там лиса, он неподалёку ходит. Гадинка. Может, на меня напасть. Сейчас. Бревно. Отлично. Надо даже деревья рубить. Картофель сейчас соберём. Всё, бежит ко мне. Бежит, 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 бежит. Я единственное... Давай, атакую её. Бей топором, пофиг. Критануть, может быть, а? Шкура, коготь. О, коготь какой-то упал. У меня же есть способность критических ударов. Я ещё её не юзал ни разу. Надо будет опробовать на ком-нибудь. Лён. Брёвна. Так. Ещё один лис. Врубаем криты. Давай, мочи её. Оу, оу, оу. Там 30%, что я попаду. Но первый удар у меня пришёлся по нему. По лису очень мощный. Так, ещё разок. Откат критов. Врубаем. Давай, дубась. Вот кританул. Хи-хи-хи. Зассал лис. Нефиг было на меня нападать. Виноград соберём. Вон, пшеница. Там сейчас мы солому-то и достанем. Только я хочу всё-таки собрать весь лён, который вижу. И потом туда идти. Яблоко. Обязательно надо забрать. Ещё пшеница. Так. Чё у меня по инвентарю? Мало очень места. Где-то здесь пшеница. Вот. Есть. Зёрна пшеницы. Я предлагаю что-нибудь захомячить. Например, яблоко. Давай мы это сделаем. Вот. Отлично. И здоровье сейчас поправим своё. Ещё яблочко. Давай, захавывай. А, 3 секунды. КД. Кулдауна. Вот так. Ну всё, здоровье мы поправили. Есть тут ещё пшеница. А, ну вон, собственно. В лес надо идти. Давай, руби. Ветки нам всё равно тоже нужны. Так что собираем. Отлично. Это тоже рубим. Итак. Чё у нас там? Всё, добрался до пшеницы, походу, да? Ну да, здорово. А, собрать-то не могу. Давай, руби дальше. Чё у нас там по хлеву ещё нужно? Хлеб. Ветки в достатке. Бревно в достатке. Верёвка. Солома есть. И лён. Угу. А, подожди. Тут, видимо, или же написано. Либо солома, либо лён. Всё ясно. Тогда у нас всё есть. В округе всё пшено я собрал. И там вон ещё лён. Надо тоже собрать. Ее. Всё. Мычим домой. Блин, я тут без карты заплутал, мальца. Зато пшеницу нашёл. Ещё и лис за мной гонится. Вообще от ас. Так, карту врубаем. Куда мне? А, так я рядышком тут. Я рядышком. Вниз надо спускаться. Бегу, бегу, бегу. Спринтуем. Открываем. Забегаем. Закрываем. Да закройся ты. Ну, закройся. Закройся. Ай, блин. Не прокатывай так, чтобы я закрыл зверя с другой стороны. Либо я торможу своими ручками, потому что за мной гонятся, ручки трясутся и не успеваю. Либо фиг его знает. Значит, у меня всё есть, хлев могу построить. А, нет, верёвки нет. Сейчас сделаем. Хлев строим. И на этом, наверное, всё. Верёвочки у нас готовы. Всё в достатке. И хлев мы построим. Блин, как он здоровый-то. Куда бы тебя разместить-то? Подожди-ка. А давай вот где вот эти красные маки растут. А вот сюда давай. В край. Как раз тут и гусь, и коровка. Им тут, видимо, нравится. Вот сюда вот. Хлев. Строим. Давай, красный парень. Ты можешь. Ты выживешь здесь. И вернёшься домой. Наша главная цель вообще вернуться домой. Поэтому я здесь строю себе дом. На самом деле я сейчас построю здесь дом и вернусь в свой оригинальный дом. Ну, в подвал гаража. Всё, хлев у нас есть. Как с этим работать? Место для животных. Подходит для всех животных. И что мне теперь нужно сделать? Создать предмет-ловушка. Поставить сооружение в верстак. А он у меня стоит. Сейчас, походу, мы будем ловить животных. Ну, сейчас давай поймаем одно животное и всё, будем закругляться. Ловушечка. Изготовить. Сейчас я поймаю, наверное, корову. И загоню её в стойло это. Ну, то есть в хлев. Забираем ловушку, вооружаемся ей. И давай лови. Так. Есть. Поймал корову. Или, может, гуся давай? Корова слишком большая. Ммм, не получилось. А чё вообще пишут-то? Животные пугливые будут убегать от тебя. Постарайся подойти к животному с головы. Оно замешкается, и у тебя будет немного времени накинуть на неё ловушку. Окей. То есть издалека лучше не заходить. Надо ещё верёвку сделать. Вооружаемся этой штукой. И пошли заходить с головы. Надеюсь, в этот раз у нас получится. Вот голова. Тихо, 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 тихо. Не убегай. Гусиня, иди к нам. Иди к нам. Гуся, гуся, гуся. А корова чё, в воду убежала, что ли? Она утопилась? А нет, вот она. Давай, лови её. Есть! Я её поймал. Приручить. Вести за собой. Оставить тут. Подозвать к себе. Кормить. Вести за собой. Всё, погнали. Корова, иди за мной. Я же приручил, да? Исследовать местность. Думаю, теперь самое время пойти исследовать это место, где я очутился. Возможно, я смогу найти помощь. Отличная идея. Но сделаем мы это уже в следующей серии. Оставайся тут. И кормись как бы тут. Ну, гуляй. Что ты раньше, в принципе, делал, а то же самое и сейчас тут делаем. Ну всё, у нас приручена корова. Можно ещё гуся может приручить. А, стой. То есть, он убегает. Чёрт. Последний остался. А, всё. Всё и стратил. Ну, по крайней мере, я попытался. Вообще, на этом всё. Если тебе понравилась эта игру, хоть ты хочешь увидеть продолжение. А дальше у нас будет маги. И школа Хогвартса, как я тебе говорил. То не забудь поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты ещё не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.